здравствуйте дорогие друзья подписчики сегодня что-то мне захотелось сделать небольшую скульптурку в технике папье-маше я буду использовать вот эту вот бутылочку из-под шампанского мне понадобится вот не знаю газет у меня нету вот эти вот такие тонкие журналы есть у меня еще книжные листы проволоки мне понадобится немножко клейстер я сварила сегодня свеженький скотч ножницы ну по мелочи круглогубцы все что для этого нужно бутылка вот это будет вот у меня основа ну может быть даже я не знаю может быть я и оставлю на этой бутылке эту скульптуру просто чтобы она была устойчивее как бы это будет такая настольная скульптура поэтому наверное я оставлю для начала нам нужно обклеить создать каркас для этой бутылки начнем мы с каркаса и будем обклеивать эту бутылку первый слой я значит вот этой бумаги примотну скотчем пристачу на сухую если вдруг я надумаю снимать эту бутылку может быть я и буду ее снимать то она как бы у меня легко выйдет так приступим и и да и и и Вот так, теперь мы эту бумагу порвем на небольшую кусочки, еще у меня есть пара бумаг, достаточно, нужно обклеить приблизительно 8-10 слоев, чтобы оно было прочное, значит для этого вот наш клистер, уже конечно кисточкой, для клистер варила первый раз и как бы, сейчас для начала обмажу, мне кажется что он у меня получился такой жидковатый, будет дольше сохнуть, стараюсь прижимать, чтобы было гладко. Так, ну обклеили уже 7 слоев, я подумала, ну-ка я салфетками начну обклеивать, но они сразу стали рваться, короче это ерунда, короче надо газетами, бумагами, книжными, книжная бумага, вот журнальная, такая по хуже качеством рекламная, вот и последний слой мы наносим обыкновенную пищу бумагу формат А4, вот брала и обыкновенную беленькую, для чего беленькую тоже тщательно смачиваем, чтобы потом легче было разукрашивать, чтобы у нас тут не было типа графской краски сверху, вот, ну вот так, и мы обклеиваем, вот, тщательно смазываю, бумага все таки толстовата по сравнению с газетой, и разглаживаю руками, довольно таки оказалось приятной работой, хотя вот, видите, бумага жестковатая, сразу начинает морщинить верхний слой, хотя до этого прям все шло очень хорошо, бумага разглаживаю, так, что не морщиничу, но прижимаю, вот так и стараюсь выпускать воздух, как обои, чтобы было ровнее, ну вот все, бутылку мы обклеили, довольно таки тщательно, вот, теперь она должна высохнуть, и не знаю, наверное, так как я усердно смазывала клейстером, мне кажется, на это уйдет, ну не меньше суток это точно, а фактически, наверное, уйдет двое суток, я так думаю, и просто пока сохнет наша конструкция, мы можем заняться моделированием нашего туловища, вот, для этого, вот тот же весь журнал, я его просто скрутила, вот так, двойной листик, я его скрутила просто-напросто, согнула пополам, и вот я вставляю в горлышко бутылки, вот так, это у меня как бы будет, ну, здесь будут крепиться руки, вот здесь буду продергивать стальную проволочку, и здесь же надо сделать маленькое туловище, хотя туловище вот оно уже, но здесь значит будут руки и голова, вот так, вот, у меня есть вот такая вот проволочка, вот видите, она довольно-таки жесткая, я ее уже как бы согнула, фактически, это вот мои руки, вот, вот это вот верхняя рука, это вот нижняя рука, теперь что мы делаем, делаем вот так, вот сюда я продеваю свою проволочку, вот так, не видно в камеру, то есть вот здесь вот так вот, одна у нас будет рука вверх, другая вниз, и немножко я, значит, покрою эти руки фольгой, закреплю их, во-первых, покрою фольгой, и затем тоже аккуратно покрою, наверное, слоями бумаги, или сделаю папье-маше из туалетной бумаги, в общем, так, вот здесь, и еще мне нужно соорудить грудь, голову, голову, ну, в общем, немножко я подумаю, как это у меня будет получаться, я потом вам покажу, ну, вот, два часа упорной работы, и вот, что у нас получилось, так вот, вылепили, вот это руки, я сделала из проволоки, груди, это у нас туалетная бумага, скатанная в шарики, голова тоже, на зубочистку я намотала, начала наматывать туалетную бумагу послойно, каждый слой все пропитывала тщательно листером, потом стала закручивать руки, ну, вот, вот так, сейчас еще промажу, ну, вот такая получилась бутылочка, я что-то подумала-подумала, не буду я одну убирать, пусть эта бутылка, она такая тяжеленькая, пусть она у меня и будет бутылкой, это как бы такая будет у меня настольная скульптура, вот, поэтому, когда она просохнет, может быть, немножко задекорируем, может быть, посмотрим, что будем делать дальше, тут надо подумать, ждем просушки, вот, наша африканская кукла, немного подсохла, но еще не до конца, я хочу, пока она там просыхает до конца, я хочу сделать ей немножечко, как бы, украсить ее платье, это хочу сделать из бумажных жгутиков, вырезаем полосочки, так, ну, вот так пойдет, сейчас не знаю, как это у меня получится, их надо намочить, но я сильно не мочу, потому что, если мокнешь, то начинает разваливаться, вот так, начинаем скручивать, потом она, когда начинаешь, она уже как машинка идет, вот, видите, вот так раз, и получился бумажный жгутик, так, можно подкрутить, так, теперь этот жгутик, вот, сделаем какие-нибудь цветочки на платье, то есть, я вот так подкручиваю, и начинаем выкладывать по кругу, так, подкрутили, ай, типа такого вот подсолнушка, тут же берем тот же самый клейстер, так, а где я хочу сделать, я хочу по подолу сделать, вот так, накладываем, вот так, сверху можно немножечко плейстером, вот так, вот так будем выкладывать весь подол, дальше еще что-нибудь придумаем, ну вот, мы закончили украшать, вот так вот приблизительно выглядит, ебочка, из жгутиков, из полотенец бумажных, и даже я, что-то сидела, сидела, и решила, сделать еще и дреды ей, дреды тоже, это уже из туалетной бумаги, из жгутиков скрутили, приклеили, сделали такие бусики, сделали браслетик на руку, вот, ну, поставим теперь на досыхание, на этом сегодня все, ждем, пока высохнет, и так, наша кукла просохла из папье-маши, полностью, это я вот уже начала черным цветом покрывать ее, акриловой краской, вот сижу раздумываю, какое ее краской покрыть, ну, наверное, до половины покрою все-таки черной, так как это у нас африканка, поэтому руки вот болтались, как бы были мокрые, сейчас уже такие прочные дреды, вообще как проволоки стали, ну, вот, начнем разукрашивать, скорее всего, наверное, кисточкой, потому что здесь надо прокрашивать тщательно, вот, вот, вот мы покрыли на один раз нашу африканскую красавицу, не знаю, плохо я вижу, вот, платье такого винного цвета, наверное, покрою еще на второй раз, потому что, видите, было немножко покрыто черным, оно просвечивает, потом, может быть, затонируем кое-какие места золотом, пока пусть просыхает, наша куколка, вот, просохнет, будем покрывать на второй раз, кукла наша хорошо просохла, теперь, я думаю, нужно добавить здесь на выпуклые части по золоту, раскрасить как-то бусики, браслетики, может быть, слегка оттенить волосы, для этого я возьму золотую краску, такую, золотую бронзовую краску, как-то, не знаю, какой цвет это, то ли золотой, то ли бронзовый, так, чтобы нам не переборщить с цветом, так, сделаем так, так, на юбочке, по выпуклым частям пройдемся, волосам я тоже решила придать золотой оттенок, слегка, подкрашу чуть-чуть браслеты, африканцы любят золотой цвет, так, получилась моя девушка, африканочка моя, вот, оба мои нарисовали, но я что-то подумала, подумала, и вот решила еще чуть-чуть добавить точной росписи, ну, так, как бы рисунок на платье, такой элементарный, просто, легкая декорация, вот, нашу куклу осталось покрыть на два слоя акрилового волока, и она готова, вот так выглядит наша куколка, она получилась довольно-таки тяжелая, бутылка осталась там, но зато устойчивая, так вот, она не шатается, как бы стоит очень даже хорошо, мне это очень нравится, так, до скорых встреч, дорогие друзья, увидимся, и а и и Продолжение следует...